Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы будем слушать сказку «Отчего у казуара синяя голова». Все знают, что храбрый Ионди отодвинул низко нависшее над землёй небо палкой, которую он нашёл в источнике будущего. Все знают, что палка эта изогнулась и стала бумерангом. Все знают, что появилась тогда на взлетевшем ввысь небе радуга и что разбилась она на тысячи и тысячи разноцветных кусочков, которые превратились в тысячи и тысячи красивых птиц. А что произошло с этими птицами? Они упали на землю и стали учиться летать. Одни птицы очень скоро научились летать, другие так и не научились. Очень смеялась над такими неудачниками птица-хохотунья кукобура, особенно над казуаром, у которого тогда ещё не было синей головы. И разозлился казуар, злился, что он некрасивого серого цвета, не такой яркий, как попугай, злился, что он глупее совы, злился, что не умеет летать и что птица-хохотунья кукобура смеётся над ним, когда он пытается этому научиться. Возненавидел казуар всех птиц и решил поджечь лес, в котором они жили. Пошёл он к дереву огня, принёс оттуда горящую головню и поджёг лес. Те птицы, которые научились хорошо летать, улетели далеко-далеко и вернулись только тогда, когда пожар потух. Но многие и многие птицы ещё не умели летать. Спасаясь от пламени, бросились они в воду рек, морей и озёр. И произошло чудо. Превратились те птицы в рыб. Вот почему есть разные рыбы. Большие и маленькие, круглые и плоские, разноцветные, золотистые и бесцветные, красивые и уродливые. Это всё бывшие птицы. И каждая рыба немного похожа на птицу, от которой она произошла. А казуар был наказан за своё злодейство. Бог Биами, создатель всего живого на земле, сделал так, что голова казуара стала синей. И теперь над казуаром смеётся не только птица-хохотунья кукобура, но и все птицы и звери. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, жми на колокольчик. До встречи в новых видео!